Я приветствую всех жителей Самары Самарской области. Вечер добрый. В прямом эфире на телеканале Самаргиз вы смотрите программу «Территория права». И сегодня на ваши вопросы отвечает нотариус города Самара, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Юрьевна Николаева. Здравствуйте, Галина Юрьевна. Здравствуйте. Ну что же, сегодня программа наша выходит по вашим просьбам, уважаемые телезрители. После программы поступает очень много вопросов с просьбой разъяснить, что такое доверенность и каким образом ее можно удостоверить именно у нотариуса, нотариально. Поэтому сегодня тема нашей программы «Доверенность» 202-11-22. Звоните по этим телефонам и задавайте свои вопросы. Мои сегодняшние гости, Галина Юрьевна. Ну что же, что такое доверенность и, собственно, для чего необходим институт доверенности? Ну, институт – это необходимо для представительства интересов одного лица перед другими лицами. Лицо, выдавшее доверенность, уполномачивает своего доверителя на какие-то определенные юридически значимые действия, которые порождают, изменяют и прекращают какие-то правоотношения. Вот для этого необходим институт доверенности. Ну что же, мы не раз слышали о так называемой «бессрочной доверенности». Расскажите, пожалуйста, что это такое? И не потерял ли этот термин «актуальность» сегодня? Ну, на самом деле, закон не знает такого термина «бессрочность». Закон в любом случае связывает срок выдачи доверенности. Другой вопрос, что совершенно до недавнего времени доверенность ограничивалась максимальным сроком, в который она действовала, это три года. И совершенно вот уже второй год, как эти доверенности выдаются на срок, который желает именно лицо, выдавшее эту доверенность. Либо она может быть пожизненно выдана и связана с моментом смерти. То есть до момента смерти она может действовать. Об этом нужно указывать обязательно в доверенности. А те доверенности, в которых по-прежнему гражданин также может сказать, не надо указывать срок. Если срок не указывается, то она действует в течение года. Так же, как и по прежним правилам. Также доверенность может быть связана, выданная до наступления определенных событий. Например, до совершеннолетия лица определенного. Тоже это все прописано должно быть? Конечно, это обязательно должно быть прописано. Опять-таки, я повторяюсь, если не прописан срок, то она действует в течение года с момента ее выдачи. Спасибо. Ну, то есть если гражданин выдал безотзывную доверенность, ее уже нельзя отменить, Галина Юрьевна? Ну, безотзывная доверенность можно отменить в строго определенных случаях. Либо в тех случаях, когда указаны непосредственно самой доверенности, либо когда были выполнены определенные этой доверенности юридически значимые действия. Вот только тогда безотзывная доверенность. И в другой срок ее отозвать невозможно. Она выдана, этот институт создан безотзывной доверенности в целях обеспечения принятых на себя обязательств между сторонами. И вот до исполнения обязательств между сторонами, если выдана доверенность в исполнении этих обязательств, на представление интересов перед кредитором, либо перед иным лицом, перед которым возникло обязательство, и вот такую доверенность отозвать, например, сегодня выдал лицо, перед которым должны быть исполнены определенные обязательства, совершенно спокойно уверует в то, что обязательства вот этим поверенным будут исполнены. А на самом деле, чтобы не поставить под риск неисполнения обязательств путем отзыва этой доверенности, вот как раз законодатель и ввел новый институт доверенности, новый такой вот вид доверенности, как безотзывный. До наступления определенных событий, до исполнения обязательств ее отозвать невозможно. Либо ее можно отозвать только в тех случаях, когда лицо, на имя которого она выдана, злоупотребляет, выданными полномочиями и действует не в интересах лица, который ее выдал. В таких случаях то также может быть отозвано. А прекращает свое действие такая доверенность в следствии либо смерти лица, который выдал, либо ввиду прекращения действия юридического лица. Спасибо. У нас есть звонок. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос, Галина Юрьевна. Расскажите, пожалуйста, вот раньше добавили доверенность на три года, а сейчас незнакомые говорят, что можно и на 10 лет доверенность. Неужели это правда? Спасибо. Можно и на 10 лет выдать доверенность, только нужно четко представлять себе лицу, что поверенному. Если наступила смерть лица, выдавшего доверенность, то такая доверенность прекращает свое действие. Независимо от того, что она выдана на 10 лет. Вчера выдали доверенность. Через месяц человек, выдавший доверенность, умер, и такая доверенность прекращает свое действие. Она не действует в течение указанного в ней срока. Если же и тот, и другой находятся в живых, то такая доверенность действует на срок ее выдавший. Галина Юрьевна, скажите, пожалуйста, для каких видов сделок можно и нужно выдавать вот эту бессрочную доверенность? Вот я лично первый раз об этом слышу. Безотзывную доверенность, я прошу прощения. Приведите, пожалуйста, какой-нибудь жизненный пример. Я уже сказала, что этот институт как раз законодателем введен для обеспечения обязательств в коммерческих целях. Так. Именно предпринимательство, связанное с обеспечением именно обязательств. Поставки продукции, выполнение каких-то определенных видов работ и так далее. То есть вот в таких видах, то есть между физическими лицами безотзывной доверенности не существует. Спасибо. 202-11-22, телефоны прямого эфира программы «Территория права». Дозванивайтесь. Также обратите внимание на периодически появляющиеся телефоны и сайт Нотариальной палаты Самарской области. Консультанты всегда ответят на ваши вопросы. Ну и дозванивайтесь, пожалуйста, к нам в прямой эфир. Галина Юрьевна Николаева отвечает на ваши вопросы. Галина Юрьевна, в каких случаях за удостоверением доверенности нужно обращаться к нотариусу? В тех случаях, когда прямо определено законом, во-первых, законодатель знает две формы доверенности. Это простая письменная форма и нотариальная форма. Нотариальная форма – это доверенности, которые оформляются нотариусом и приравнены к нотариальным доверенностям. Нотариальные требуются в тех случаях, как же сказал, определяются законом четко. В тех случаях, когда связано с внесением определенных сведений в государственный реестр, это государственный реестр недвижимого имущества и сделок с ним, государственный реестр регистрации юридических лиц и государственный реестр маломерных судов. Вот для этих реестров, для представительства в этих реестрах необходима нотариальная доверенность. Это строго обязательно. Также по инструкции банков необходима нотариальная доверенность на распоряжение вкладами. Либо допускается в банке распоряжение вкладами по простой письменной форме доверенности, которая оформляется либо непосредственно в банке при открытии счета, либо непосредственно, если лицо владелец вклада принесет и передаст в банк лично, собственноручно, написанную доверенность на распоряжение вкладом. Вот в таком случае такая доверенность принимается в простой письменной форме. Спасибо большое. Принимаем звонок. Добрый вечер в эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос, Галина Юрьевна. У меня умерла мама. Я написала заявление на вступление в наследство. И у мамы была оформлена страховка. Она по ней получала компенсацию. Я лично писала письмо в Рязани, вроде бы страх. А теперь мне положено вроде бы 6 тысяч по этому страховому свидетельству. Но нотариус мне объяснил, что мы будем делать туда запрос. Но в большинстве случаев нам не отвечают оттуда. Вот как быть в данном случае, если не получит нотариус ответы? Спасибо. Во-первых, нужно смотреть договор. Переходят ли по праву наследства эти деньги, либо они передаются членам семьи. Там указывается выгодоприобретатель. Вот либо выгодоприобретатель указан в договоре этого страхования, либо они подлежат наследованию. Как правило, эти суммы в наследство не входят, но указывается выгодоприобретатель. Если выгодоприобретатель указывается, то это, естественно, нотариус не выдает никакого свидетельства. Если же они наследуются, то есть нотариус сделает соответствующий запрос. Но будем пытаться добываться. Вряд ли они не ответят. Рязань – это не республика Абхазия, не признанная. Поэтому я думаю, что проблемы вряд ли возникнут какие-либо. Есть ли же такие проблемы? Есть, во-первых, электронная почта, есть возможность созвониться с этим страховым обществом, есть возможность списаться официально. Во-первых, есть закон об обращении, рассмотрение обращений граждан, в рамках которого этого закона обязаны рассматривать любые обращения. Там очень такая солидная ответственность за неисполнение требований этого закона. Поэтому сама гражданка может написать соответствующий запрос. И вот на этот запрос они обязаны ответить. И нотариусу они обязаны ответить. Но есть масса способов. Все-таки вы к нотариусу, который ведет ваше наследственное дело, необходимо обратиться к такой просьбе, и он обязан сделать соответствующий запрос. Спасибо большое, Галина Юрьевна. Принимаем следующий звонок. Добрый вечер, говорите. Алло. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Галина Юрьевна, скажите, пожалуйста, каким образом узнать в жифре человек, выдав всю эту доверенность, при продаже квартиры. Спасибо. Вот жив ли он или не жив, во-первых, связь между лицом, который выдал доверенность, и лицо, на имя которого она выдана, она, конечно, не прекращается только моментом подписания в нотариальной конторе. Я думаю, что доверенность от слова доверять, в любом случае, она выдается не лицу, которого вы впервые увидели, а лицу, которому вы знаете, которому вы доверяете. Другой вопрос, что об этом хотят знать, конечно, лица, перед которыми эта доверенность, по этой доверенности действует от имени представляемого. Но в данном случае нужно четко себе представлять, что в данном случае, если это и случится, нет, к сожалению, реестров, в которые мы можем свободно зайти. Это дело, я думаю, недалекого будущего, потому что на сегодня электронные взаимодействия у нас со всеми реестрами, за исключением, но этого реестра еще нету, с органами записи гражданского состояния, хотя он, конечно, необходим в других странах, например, даже в постсоветском пространстве, эти реестра доступны для нотариусов. Но на сегодня у нас вот пока этот реестр нам недоступен, недоступен реестр миграционной службы, где мы можем также проверить, в живых ли гражданин, прописан ли он по тому же адресу. Но я думаю, что это недалекого будущего. Другой вопрос, что в адресном... А кто может требовать вот эти условия, жив ли человек, который составил доверенность или нет? Нет, как проверить лицо, если он является, например, покупателем, он же должен знать все-таки, если продается недвижимость по доверенности, и если действительно на момент оформления договора нет живых лица, выдавшего ее, то эта доверенность ничтожна уже. Ничтожна, конечно. Поэтому ответственность за нее будет нести лицо, которое действовал по этой доверенности. Другой вопрос, как он будет, какую ответственность нести, способен ли он ее нести. Поэтому для нас это тоже большая очень задача и загадка. Но презюмируется добросовестность лица действующего по доверенности. А вот если его действия недобросовестны, конечно, ответственность будет нести это лицо. Спасибо. Принимаем очередной звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Программа «Территория права». Вообще в адресное бюро также поступают сведения, потому что они снимаются с регистрационного учета миграционной службы. Как бы нотариус в любом случае вправе запросить сведения в соответствующей миграционной службе. Спасибо. Принимаем звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот я получила подарственной одну-вторую квартиру от мамы, от своей. В феврале месяце. А когда я могу ее передарить вот своей дочери? Я хочу подарить. Спасибо. Какое-то время должно пройти? Нет, нет, никакого времени. Это когда вы приобретаете квартиру по возмездной сделке, приобретаете, если в течение трех лет вы ее отчуждаете, то вы уплачиваете налог. Налог подоходный за сумму продажи. В данном случае квартира полученная безвозмездно по ударению. Если вы ее также безвозмездно дарите, никаких ограничений по распоряжению принадлежащим вам правам собственника не возникает. Поэтому можете дарить ее хоть на следующий день, хоть в этот же день. Главное, чтобы ваши права были зарегистрированы после совершенной сделки по ударению на ваше имя. Зарегистрировав свои права, вы вправе ее отчуждать уже любым незапрещенным способом, в том числе и продать. Но, соответственно, это нужно сделать у нотариуса. Ну, в данном случае закон предоставляет право гражданину выбрать простую письменную форму или нотариальную форму. Обезопасить себя, чтобы от всяких... Я хочу сказать, что на сегодня тарифы за удостоверение сделок с недвижимостью, они понижены. Если раньше это 1%, стоило сегодня 0,3% от стоимости. И порядка 500 сделок за этот год удостоверены нотариусами. Тариф не превышает порядка 20 тысяч. Это самое-самое. Спасибо. Что же, принимаем звонок. Говорите, добрый вечер. Здравствуйте. Галина Юрьевна, скажите, пожалуйста, у меня одна вторая доля квартиры, я продаю ее. По словам, мне говорят только к нотариусу. Это правда, да? Объясните, пожалуйста, что я должна делать. Спасибо. Да, с 1 января сделки по распоряжению принадлежащими долями в праве собственности на недвижимое имущество, не только квартиры, дома, земельные участки, подлежат обязательно нотариальному удостоверению. Поэтому что должны сделать? Представить документ нотариусам, подтверждающим право собственности на квартиру, свой паспорт, справочку о зарегистрированном в этой квартире, и нотариус запросит самостоятельную выписку из реестра, кадастровую стоимость, и эту квартиру оформит и будет нести полную имущественную ответственность за удостоверяемую им сделку. Спасибо, Галина Юрьевна. 202.11.22, телефона прямого эфира. Обсуждаем мы сегодня тему доверенности. По вашим просьбам, уважаемые телезрители, поэтому дозванивайтесь, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Галина Юрьевна, вот мне известно, что доверенности могут выдавать врачи и начальники тюрем. Что это за доверенности? Это вот как раз доверенности мы начали, не договорили, приравненные к нотариальным. Приравненные к нотариальным – это начальники учреждений, начальники мест лишения свободы, начальники воинских частей в местах дислокации войск, где нет нотариуса. Если дислокация войск находится непосредственно в населенном пункте, где имеется нотариус, тот начальник воинской части не в праве удостоверить доверенность. В праве он удостоверить доверенность только в местах дислокации войск, где нет нотариуса. Начальники лечебных учреждений воинских частей, где находятся военнослужащие на излечении, госпиталя воинские, начальники этих госпиталей в праве удостоверять доверенность. Эти доверенности являются приравненные к нотариально удостоверенным. А на что, как правило, такие доверенности выдаются? Они в праве удостоверять такие доверенности на любые полномочия. На любые. Все, что лицо, выдавшее ее, пожелает туда включить. На момент нахождения, соответственно, в данном учреждении? На момент его полномочия этим не заканчиваются. Выходя из лечебного учреждения, она продолжает действовать на срок ее выдавшей. Спасибо. А уполномочены ли иные организации удостоверять доверенности, ну, к примеру, на получение почтовой корреспонденции? Иные организации – это управляющая компания, собственно, ТСЖ на сегодня, но раньше это были Дом управления. По месту работы лиц, которые выдают доверенности, учебные заведения, там, где администрация лечебных учреждений в праве удостоверять на получение почтовой корреспонденции? То есть вот всех, кого я перечислял, получение почтовой корреспонденции за исключением ценных бандеролей и судебной доверенности. На получение заработной платы, пособия, стипендии, страховых возмещений. Спасибо. Спасибо. Принимаю руку от телезрителей. Мы вас внимательно слушаем. Вы в эфире, да, алло. Скажите, пожалуйста, вот при оформлении наследства на недвижимость требуется оценка недвижимости. И существуют разные нотариусы, как их толкует по-разному. Некоторые определяют, как катастроевая стоимость, а другие говорят о стоимости БТИ оценки. Вот какая справедливая оценка. Спасибо. Законодатель предусмотрел, что гражданин, наследник может представить любую оценку, кадастровую, инвентаризационную или рыночную. При этом тариф будет взыскиваться наименьший из них. Тариф. Но если речь мы ведем об исчислении обязательной доли в наследстве для обязательного наследника, то за исчисление берется... Конечно, если все наследники договорились, говорят, вот нам по инвентаризационной. Они должны прийти к согласию, потому что все три оценки имеют разную стоимость. И стоимость очень разительная. Поэтому в данном случае могут пострадать интерес как обязательного наследника, так и наследника по завещанию. Поскольку если представить инвентаризационную оценку, она очень мизерная, и исчислять из нее обязательную долю, а там имеется не только недвижимое имущество, но и, например, денежный вклад, автомобиль, дорогостоящая какая-то техника. И если вот суммарно складывается, это определяет всю наследственную массу, и оттуда исчисляется, например, если два наследника, у одного из них обязательная доля, например, одна вторая от той, которую он получил бы по закону, то есть одна четвертая, то он получит одну четвертую долю, он может затронуть за вечное имущество. И очень серьезно затронуться. И вот исчисляется она, исходя из стоимости. И вот исходя из стоимости, будет составлять какую долю этого имущества, например, недвижимого, например, квартира, что является самой ценной, а вы предоставили на нее самую низкую стоимость. И пострадает интерес как раз наследника по завещанию. Поэтому нотариус всегда рекомендует при исчислении обязательной доли руководствоваться рыночной стоимостью. Тогда будут сбалансированы интересы и наследника по завещанию, и наследника на обязательную долю. Но очень часто наследники наставят, нет, давайте нам. Тогда нотариус просит подписать заявление, что они согласны с оценкой, с исчислением обязательной доли, исходя из вот инотаризационной оценки. Спасибо, Галина Юрьевна. Есть звонок от телезрителей. Алло, добрый вечер, вы в прямом эфире. Слушаем. Добрый вечер. Говорите. Скажите, пожалуйста, могу ли я оформить доверенность на оформление земельного участка в собственность под следующей продажи? Кадатарный номер есть, адрес есть. Дом, который находится на участке, оформлен и продан в 2008 году, а земля осталась еще не оформленная. Спасибо. Никаких проблем. Можно оформить доверенность, предоставить право на... То есть, я так сказала, земельный участок в собственность не оформлен, а дом оформлен. Но у нас земельный кодекс предусматривает, что расположенная на земельном участке недвижимость следует судьбе земельного участка. Поэтому продавать, если отчуждается, то отчуждается все. Если нет намерения выделить земельный участок на два участка, один оставить себе, очень часто делают, а второй, на котором расположен жилой дом, отчуждение произнесет. Поэтому четко в доверенности необходимо указать те полномочия, которые доверяются осуществить. Поэтому также в доверенности, если она вдаётся на продажу земельного участка, расположенного на нём жилого дома, с правом оформления правовых документов, получения этих документов, подтверждающих право собственности, вот конкретному лицу никаких проблем нет. Благодарю вас. Принимаем очередного дозвонившегося. Вы в эфире. Добрый вечер. Мы слышим вас. Добрый вечер. Пожалуйста, ещё ответим на вопрос. Может ли жена по поверенности открытого места продать квартиру мужу? И является ли муж и жена родственниками? Хороший вопрос. Родственниками они... У нас нет определения родственников ни в одном законодательстве, но они относятся к родственным отношением, подтверждаются в том числе между супругами. Да, не являясь кровными родственниками, они, тем не менее, к этой категории относятся. Но жена мужу может оформить сделку только в том случае, если имеется брачный договор о разделенном режиме собственности. поскольку в данном случае, если совместная собственность и брачный договор не изменяет режим законной собственности супруга совместный, то получается, что жена действует в отношении самой себя. А доверитель не может действовать в отношении самого себя. Поэтому, если есть брачный договор между супругами о разделенном режиме собственности, проблем нет на оформлении такой сделки. Если брачного договора нет, значит, жена не может продать своему мужу. Жена может ему только подарить, поскольку подаренные имущества являются личной собственностью того супруга, которому оно может быть подарено. Спасибо. Принимаем звонок. Алло, вы в эфире. Говорите. Алло. Добрый вечер. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос к вам. Вот мы скупали дом в районе, ну, под дачу, так сказать, и получилось так, что на дом оформили дом на меня, а землю не успели оформить. Здесь, когда я отсутствовала, приехал этот человек, он был глава администрации, у кого мы покупали. Муж взял и говорит, слушайте, а вы землю не оформили? Поехали оформим. И оформили на него. Ну, мы не придали значения, вроде у нас все хорошо, что там. А сейчас у меня муж умер. Я хотела бы знать, как мне это сделать, потому что в давний момент мы с сыном хотим продать этот дом, который был под дачу. А получилось так, что на меня, а земля была на мужу. Вот как нам быть? Спасибо. Мы поняли вопрос, Галина Юрьевна. Ответьте, пожалуйста, помогите. Вот это простая письменная форма договоров. Вот почему на сегодня вот передали, нотариусам вернули полномочия по удостоверению многих сделок с недвижимым уничтожством. И, конечно же, нотариусы берутся за голову, потому что очень много вот таких коллизий, которые документы оформлены в нарушении требований норм закона. Вот прям прямое нарушение. Как я уже сказала... Нарушение закона. Да, но теперь деваться некуда. В любом случае необходимо будет вступать в наследство, если они купили дом. Он все равно и то, и другое является совместной их собственность супругов. Поэтому выделять право собственности в любом случае нужно будет и в земельном участке, и в жилом доме. Вторую половину наследовать. Только определиться, если наследовать всем наследникам, но если они не хотят... Если другого, иного имущества нету, в наследстве только вот этот земельный участок и жилой дом, то может наследоваться одна супруга и продать все это. Если же имеется иное имущество, тогда отказываться частично от наследства, вот как она говорит, сын есть нельзя. Если сын желает что-то наследовать, например, денежный вклад или еще там автомобиль, еще там какое-то имущество, то ему нельзя отказываться частично от наследства. Тогда нужно наследовать обоим. и потом, оформив документы, получив право, подтверждающие документы, можно будет уже отчуждать. Галина Юрьевна, сейчас вот просто интересный случай. Не нужно сейчас ли переоформлять правильную землю на... Ну, они в любом случае сейчас будут переоформлять по праву наследования. То есть все это одновременно. Конечно, да. Спасибо. Принимаем звонок. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Можно говорить? Да, можно, слушаем вас. Можно? У нас квартира приватизирована по домам на четырех. Двое взрослых родителей и двое детей, и все в совершеннолетних. Один же приемник в другом городе, в Сибири. Вот сейчас мы умерем квартиру, продаем ее. Какое нам удовлетворение, что в Сибири она сейчас подъехать не может приемник? Конечно. Да, конечно. Если в Сибири, Новосибирск или какой другой город, нотариусов там точно так же достаточно. Вообще, напомню, в каждом населенном пункте с населением 25 тысяч человек присутствует один нотариус. Это определено строго правилами. Вот. В сельских местностях, в сельских поселениях поселковые администрации совершают, органы местного самоправления совершают нотариус. Здесь, в том числе, они в праве удостоверить доверенности. Доверенность нужна на продажу, принадлежащую на праве собственности, вот этой одной там условно четвертой доли квартиры. Оформить у нотариуса и переслать ее. Переслать, конечно, лучше почтой с уведомлением и так далее. Непростой, непростым вложением в конверт, лучше заказной корреспонденцией. Поэтому оформить доверенность у нотариуса, и здесь она абсолютно будет действовать. Либо доверенность телеграмма. Существует такой вид доверенности. То есть оформляется у нотариуса доверенность телеграмма. Приносится на почту, и почтовый сотрудник излагает содержание с удостоверительной надписью вместе, с подтверждением, что проставлена печать нотариуса, его подпись и так далее. И такая телеграмма тоже действует. Галина Георгиевна, наше время подходит к концу. Я прошу вас, уважаемые телезрители, мы продолжим в следующей программе 18 апреля тему доверенности. Ну а завершить нашу программу хотелось бы с новостей законодательства. Мы каждый раз в наших программах оповещаем, уважаемых телезрителей, о новостях законодательства. Так вот, Галина Георгиевна, какие последние новости законодательства в нотариате? У нас практически раз в месяц, но как что-то появляется новое. И вот с 1 сентября вступит в силу изменения в статью 11.14 Гражданского кодекса, часть 3, касающиеся момента открытия наследства, предусматривающие, что раньше наследство открывалось со смертью наследодателя. На сегодня формулируется статья иным образом. Наследство открывается с моментом смерти наследодателя. Моментом. Моментом. День смерти и момент смерти – это разные вещи. Поскольку законодатель ранее предусматривал, вот до 1 сентября 2016 года, что если лица наследодателей умерли в один день, то они после друг друга не наследуют. И невозависимо было, что один умер утром, второй вечером. И они не наследовали. И их наследники не наследовали по праву представления, в том числе друг после друга. В данном случае поправочка вот эта внесена, с 1 сентября вступит в силу. И на сегодня, если момент смерти известен один утром, даже часом, минуты, если установлен момент смерти, то последующие умершие наследуют после умершего первого. И также наследуют их потомки. Вот. По праву представления в том числе. Если же момент смерти невозможно установить, то они считаются умершими в один день и после друг друга не наследуют. Вот такая поправочка. Галина Георгиевна, ну, мне говорят, что у нас еще есть минута до конца эфира. Все-таки коротенький вопрос хочу у вас спросить. Возможно ли выдать доверенность от имени нескольких доверителей или на нескольких представителей? Законодатель вот такие вот ограничения не устанавливает. Другой вопрос. Очень часто приходит 12 человек, говорит, нам в одной доверенности. Ну, во-первых, технически сложно. У нас у нотариусов имеются бланки строгой отчетности, на которых мы исполняем эту доверенность. И, представляете, будет доверенность, только доверители будут перечислены на нескольких листах. Теряется все остальное и так далее. Доверенность сшивается, она неудобна в пользовании, чисто технически. Но самый главный момент – порядок ее отмены. Если один из тех 12 пожелает ее отменить, то будет отменена вся доверенность. Если один из 12 допустил ошибку и необходимо внести дополнение, то должны прийти все 12 и подписать эти дополнения. Спасибо. Спасибо большое, Галина Юрьевна, за участие в программе. Следующий эфир смотрите, следите за нашими анонсами. Николаева Галина Юрьевна, президент Нейтральной палаты Самарской области. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»